Снова я Сегодня у нас хороший, замечательный день Солнечный Несмотря на то, что уже как бы Осень В самом разгаре Вот Значит, давайте поговорим В продолжении темы Подробнее о работе в Японии Что же там было Значит, последний раз Я рассказывал про Пенсионные отчисления То, что Каждая фирма Способна вам дать, к примеру, небольшой Какой-то, скажем так, бонус Для того, чтобы вы смогли Положить эти деньги Либо сами на какой-то накопительный счет Вот Либо же они могут купить для вас Специально акции То есть Каких-либо компаний Крупных компаний Данные акции Вы Как бы можете использовать По своему усмотрению Можете Можете ими играть Например, на Ну, на бирже А можете, как бы Ну, оставить как есть Чтобы они лежали То есть Они будут у вас Приносить какой-то доход Определенный Каждый месяц Каждый То есть, отчетный месяц Они вам будут Приносить какой-то Определенный доход То есть Ну, это, конечно, будет Маленький процент Потому что, как я уже говорил Изначально там всего Выделяется, по-моему, 10 тысяч иен Вот Процент этих акций Даже в год Не превышает где-то Одного-двух процентов То есть Прироста Но При этом, как бы Есть и другие Как их называют-то Ну, группы Другие, например Акции Которые приносят более Большой доход Но при этом Там риски больше Поэтому вам нужно Сами смотреть Выбирать Что вы хотите Вот Но Каждый Каждый, по-моему Полгода Да, два раза в год Вы можете себе Обменять Обменять эти Ну, точнее Поменять Компании В которые вы хотите Вкладывать эти деньги Ну, к примеру Вы там вкладывали Какой-то банк Определенный Там Сколько-то у вас Там есть накоплений Вот После этого Вы захотели Это поменять Соответственно Вы, например Говорите, что Я не хочу Как бы эти акции Продавать То есть Оставить их там У себя А начать вкладывать В другой банк К примеру То есть У вас По отчет По отчетности У вас будет Что у вас Акции Двух банков То есть Вот такая система Ну, это все Конечно Это Хоть и небольшой Но дополнительный Доход Потому что Когда вы живете Один К примеру И работаете По контракту У вас Нет такой возможности Ну, навряд ли Кто-то будет Сам этим заниматься Вкладывая Свой Пенсионную Накопительную Часть В Акции Или Какие-то Ну, там Компании То есть Но Компании Многие Вот Которые Работают Уже Достаточно Долго И они Уже Знают Примерно Каких Какие Акции Лучше Они Вам Даже Выделив Какой-то Минимальный Минимальную Сумму На это Все От себя Лично Скажем так Плюсом К вашей Зарплате Вот То есть Очень Достаточно Интересная Схема Вот И она Действительно Работает Далее Что еще Там Интересного Есть В Работе Когда вы Работаете По Одно По стоянке А не По контракту Как я Уже Говорил Там Есть Определенные Льготы По Страхованию В частности Страхованию Имущества Жизни Сейчас Ветер Идет Что-то Пройдет Чуть Я думаю Там Не слышно В общем Страхование Имущества Жизни Также Медицинское Страхование То Что Предоставляет Вам Скидку На Использование Больницы Либо Какой-либо Клиники Все это Конечно Не зависит От того Что вы Используете Какую-либо Страховку Либо Это Государственная Страховка Либо Страховка От фирмы В любом Случае Скидка На Обнову На Это Медицинское Обслуживание Вам 70% Да То есть Вы платите Только 30% Из своего Кармана За Любое Медицинское Обслуживание Это Очень Выгодно Особенно Если Ну Человек Постоянно Пользуется Такими-то Там Ну Больничными Либо У него Что-то Проблема Там Со здоровьем Или С зубами Или еще С чем-то То есть Очень Выгодно И Как бы При Использовании Данной Страховки У нее Нет Лимита То есть Данный Лимит Как бы Ну В некоторых Компаниях Он есть В этом Иностранных Но В Японии В частности Этого Нет То есть Вы можете Хоть на Миллион Лечиться Но При этом Как бы Вы все так же Будете платить Только 30% За За Лечение Что Очень Выгодно Но Опять же Повторюсь Что Когда вы Работаете По контракту Данная Медицинская Страховка Выделяется Ну Вы должны Сами ее Покупать И она Выделяет На нее Не выделяется Для вас Дополнительно Каких-то Денег Из фирмы Вам просто Дают Зарплату Вот С какой Вы договорились И все То есть Фиксировано Естественно Она больше Чем на Постоянке Но Как бы Они рассчитывают На то Что вы Из нее будете Сами Выделять На все Это Вы можете Купить Конечно Ну Как бы Прийти В Управление Мэрию И сказать Что я Хочу Страховку Ну Чуть Чуть Там Сказать Что Придрать Немного Насчет Доходов И Сказать Что Типа Я получаю Там Столько То Чтобы Вам Сделали Эту Страховку Меньше Вот Если Конечно Это Возможно Хотя Я не знаю Таких Случаев И Навряд Ли Это Возможно Но Все Равно Как бы Попытаться Можно После Этого Как бы Попробовать Получить Страховку Там Например Ну Хотя Чтобы Вы Платили 15 20 Тысяч В Месяц Йен За Эту Страховку Потому Что На Постоянке Платите Намного Больше То есть Без Своей Зарлаты Как бы Вас Учитается Ну Вот Но Вам Вам Дополнительно Как бы Фирма Еще Доплачивает К этой Страховке То есть Часть Часть Из этой Страховки Платит Сама Фирма Поэтому Иногда Это Выгоднее Вот Что Еще Что Еще А Что Касается Проезда Опять же Тоже Да Многие Фирмы Выделяют На Проезд До Работы И Обратно Денег Но Не Все Фирмы Выделяют На Это Деньги Потому Что Некоторые Фирмы Например Ограничивают Не Больше Десяти Тысяч В Месяц Или Двадцати Тысяч В Месяц Если Ваш Проездной Стоит Двадцать Одну Тысячу То Это Ваша Проблема То Вы Будете За Это Доплачивать Из Своего Кармана Вот Ну Это Что Касается По Контракту Если Вы Работаете На Постоянке Обычно Там Идут Как Б Деньги Запорайс Студут Больше Ветреная Ветреная Погода Наверное Там Будет Не Очень Хорошо Слышно Вот Что Еще Дальше Некоторые Фирмы Также Платят И за Автобус Вот Например Вы Живете К примеру Там За 2 Километра От Станции Поезда И Как бы Вам Нужен Автобус Чтоб Доехать Датон То есть У вас Нет Велосипедов И Ездите На Автобусе Вы Можете Спросить Своей Фирмы Оплату За Этот Автобус Если Ваш Бюджет Ну Скажем Так Фирма Вам Выделяет К примеру 30 тысяч Иен В месяц Из них 20 Вы Тратите На Поезд 10 У вас Остается То есть Вы Можете Спросить Чтобы Вам Скажем Так Дополнительно Выделяли Еще И На Автобус Но В Некоторых Фирмах Есть Ограничения Если Ваш Например Автобус Едет Меньше Двух Двух Километров От Дома Вот Вам Просто Не Выделяют На Это Деньги Ваш Автобус Обязательно Ехать Больше Двух Километров От Дома От Вашего До Станции Только В этом Случае Вам Будут Выделяться Деньги Вот У меня Например Выходит 1,7 Километра И у нас Тоже Ограничение 2 километра Там Мне на автобус Никто не выделяет Денег А между Прочем Автобус Стоит Тоже Приличных Денег В день Обходится В 420 Йен Проезд Что На рубли Это примерно 200 рублей В день Ну 200-250 Может Где-то Так Так Здесь Что-то Какая-то Пробка Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует